Приветствую вас, с точки зрения психологии, я бы сказал, что ключевым моментом здесь является то, почему вам, собственно говоря, обидно. То есть, не то, чтобы, я, допустим, считаю, что данная ситуация нормальная, да, я не считаю, что данная ситуация является нормальной, но момент здесь, он все же вот именно такой. То есть, вам обидно, и было бы очень здорово, было бы очень здорово, если бы вы вот этот момент, да, момент, почему вам обидно, для себя как-то выделили бы, то есть, как-то определили его, почему мне обидно, да. Я думаю, что можно согласиться с коллегой Артуром в том смысле, в том смысле, что необходима причина ссоры. То есть, необходимо понять именно, вот, причину конфликта, из-за чего вы поссорились, собственно говоря, с своим молодым человеком, потому что, если этого не понять, если у вас не будет понимания, почему вы поссорились, собственно говоря, с ним, то совершенно логично, что мужчина просто-напросто не будет вам доверять. Вот. И я полагаю, что здесь проблема именно доверия. То есть, проблема в том, что мужчина не допускает вас до своих социальных степей, потому что он не знает, как вы будете реагировать на то или иное. И, может быть, это связано отчасти и с тем, из-за чего была ваша, к примеру, ссора. То есть, вот это, ну, то, что вам, как минимум, нужно для себя поисследовать. Вот. Потому что это все очень важные вещи, на самом деле, для вас, опять же. С другой стороны, с другой стороны, есть, вероятно, основания, по которому вы так много внимания уделяете именно вот, ну, именно социальным сетям. То есть, есть, возможно, какие-то у вас основания, почему вы уделяете так много внимания социальным сетям. То есть, почему вы считаете, что социальные сети, это очень важно, да, и чем определяется для, например, вас их важность. Вот. То есть, на мой взгляд, вот эти вот аспекты необходимо также исследовать, потому что без них, опять же, ситуация полной картины, условно говоря, не дает. Полной картины нет у нас, вот, ну, ввиду, ввиду, да, того, что вы всю ситуацию целиком не раскрываете. Вот. И, соответственно, реагировать на это, чтобы на это как-то реагировать, да, чтобы на это как-то реагировать, нужно сперва разобраться с вашими чувствами. То есть, нужно сперва понять, что именно вы ощущаете. Нужно сперва понять, что вы чувствуете, обиду, ревность, ну, может быть, вы испытываете какой-то страх. Ну, вот, ну, там, перед чем-то, да. Вот. А может быть, есть еще какой-то, ну, момент, да, может быть, есть еще какой-то аспект. То есть, это все, это все то, что нужно исследовать. А прежде чем говорить о том, как реагировать, да, прежде чем говорить о реакциях какой-то, нужно сначала разобраться в своих чувствах. Вот. Потому что мы же ведь не просто говорим о, там, не знаю, допустим, о том, как вам сказать молодому человеку про проблемы свои, например. Вот. Мы говорим именно о том, что чувствуете вы. Вот. И если мы хотим, чтобы ваша позиция была максимально корректной, ваша позиция была максимально конструктивной, нужно вам разобраться в том, что, что же вы чувствуете. Вот. Что вы ощущаете. И это послужит той самой вот ключевой точкой, которая позволит найти общий язык своим молодым человеком. Вот. Вот. Примерно. Примерно. Примерно так. Примерно такой можно дать вам ответ. Примерно так. То есть, значит, ссора, ссора сама по себе уже свидетельствует о том, что у вас или между вами есть какие-то проблемы. Вот. Примерение, как правильно сказал коллега Артур, должно сопровождаться принятием каких-либо решений. Вот. Потому что, ну, без решений это не примирение. Без решения это не примирение, это так. Просто. Это что-то вообще такое непонятное. Вот. Ну и, соответственно, соответственно, дальше уже действовать по ситуации. Вот. Что-то относиться к этому нужно, исходя из своих чувств. То есть, если говорить вот прямо буквально, да, то отношение, оно возникает из чувства. То есть, как и у меня чувства, так и я отношусь к этой ситуации. И если вы относитесь к ситуации, которая произошла каким-то определенным образом, если вы относитесь к этой ситуации как-то. То я полагаю, что надо бы вот именно разобраться, рассмотреть то, как вы относитесь к этой ситуации и почему у вас именно вот такое отношение к ней. Понимаете? Понимаете? Вот. Это, в принципе, то, что мне представляется важным. Это то, что мне кажется необходимо вам донести. Потому что, ну, корень проблемы, он кроется в этом. Вот, соответственно, так по-другому вам, наверное, ответить не получится, потому что слишком мало информации о вас, слишком мало информации о данной ситуации, слишком мало вы дали нам материала для анализа. Вот. А это, как вы, я надеюсь, понимаете, это рушит, на корню это рушит возможность вам помочь. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог, надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь, буду рад ответить вам на вопросы, которые у вас появятся, может быть. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.